Доброе утро и добро пожаловать на самое значимое мероприятие в России по противодействию внутренним угрозам корпоративной безопасности форум DLP+. На протяжении последних двух лет СМИ регулярно сообщают о громких инцидентах, вызванных действиями сотрудников крупнейших государственных и коммерческих организаций России. Утечки не только негативно влияют на репутацию компании, но и приводят к компрометации миллионов персональных и платежных данных россиян, штрафам со стороны регуляторов, банковскому фроду, оттоку клиентов и другим потерям для бизнеса. В фокусе форума DLP+, комплексный подход к управлению и конструктивное взаимодействие между офицерами безопасности, HR-специалистами, руководителями и рядовыми сотрудниками. Вместо абстрактных трендов – практические способы решения самых острых задач служб информационной, экономической и собственной безопасности. Вас ждет знакомство с актуальными технологиями и практическими методами защиты компаний от внутренних угроз. С их помощью вы научитесь находить решения под потребности бизнеса и комплексно обеспечивать информационную, экономическую и кадровую безопасность компании. Форум DLP+, это не только название докладов, но прежде всего стоящие за ними люди. Живой обмен опытом, обсуждение своих кейсов и решений, общение со спикерами – все это расширит горизонт возможностей для тех, кому так важно получать обратную связь и становиться лучше. Форум DLP+, новая площадка для обсуждения, обмена опытом и идеями для по-настоящему неравнодушных к своей работе. Для тех, чья миссия – сделать корпоративную среду эффективнее и безопаснее, обеспечив стабильное будущее компании. Будущее с минимальными рисками утечек и мошенничества, с эффективными и ответственными сотрудниками и отработанными операционными процессами. Коллеги, настройтесь на плодотворный день. Форум DLP+, начинается. О чем хотели сегодня поговорить? Сейчас, особенно в условиях, я надеюсь, завершающейся пандемии, в общем, мир достаточно серьезно изменился. И здесь я вижу несколько факторов. Первый – ключевой. Сейчас давайте посмотрим на то, что такое мировой рынок, российский рынок и кто на нем главные игроки. Это технологические компании с самой большой капитализацией, с самыми большими темпами роста. А когда мы говорим о технологической компании, то, в общем, у технологических компаний ключевой их успех, ключевой их бизнес-потенциал заключен даже не в объеме инвестиций, даже не в основных средствах, а в людях, которые эту компанию двигают, которые создают технологии. И в этом смысле человек в современном мире является одним из основных факторов развития бизнеса. С другой стороны, когда мы говорим про информационную безопасность, мы все здесь специалисты, эксперты, мы понимаем, что человек-сотрудник является, особенно в условиях той самой пресловутой цифровизации, одной из основных угроз для бизнеса. Он несет в себе как предумышленные, как какие-то действия, которые он совершает со злым умыслом, или по ошибке, или по халатности, или не подумав, и он является основной угрозой. И, конечно, вот эта вот дилемма, она такая, сейчас находится в фокусе внимания у многих из служб информационной безопасности, собственной безопасности и у бизнес-руководителей. Как, с одной стороны, подогревать, развивать и не ограничивать творческий потенциал сотрудников, а, с другой стороны, как при этом обеспечивать безопасность бизнеса. Особенно в условиях пандемии, которая очень серьезно изменила, вообще говоря, и нас, и людей, и технологии, и корпоративно-информационные системы. И, конечно, все это такие очень большие и серьезные вопросы, на которые, скорее всего, мы даже в рамках такого целого дня очень представительного форума ответов не найдем. Но, с другой стороны, это повод поискать общие подходы, идеи, обменяться опытом, кто как с этими проблемами решает и занимается. И, конечно, этот день, он посвящен ровно такому профессиональному общению, обмену опытом. Давайте нашу первую такую стартовую дискуссию начнем. Олег, мой самодератор, Олег будет больше задавать вопросы. Я специально попросил как-то сесть в один ряд, чтобы тоже на эту тему порассуждать, а не просто выступить таким вот закоперщиком всех дискуссий. Я надеюсь, что у нас будет интересный, хороший, насыщенный день. Олег, тебе слово. Я меня стал? Закоперщиком? Да, да. Отличный должность визитки надо будет исправить. С первого числа будем писать, что агент просвещения, значит, запятую закоперщик. Коллеги, случилась странная и любопытная вещь. Я попробовал тему нашей дискуссии, когда готовился, перевести роботом на суахилию. Человек для бизнеса – главная ценность или основная угроза? Получилось, человек для бизнеса или бизнес для человека? В общем-то, вот где-то это близко. Поэтому мы решили разложить этот вопрос на три составляющих, хорошо известные нам всем. Это люди, технологии и процессы. Потому что в каждой из них есть составляющая человека. И мне хотелось бы начать разговор, Наталья Ивановна, видимо, все-таки с вас. На ваш взгляд, как за время пандемии изменились люди, с которыми приходится общаться? Ну, вы знаете, у нас, я думаю, что все сейчас перешли в какой-то такой смешанный формат. И я бы сказала, что, конечно, человеческое общение никто никогда не отменял, и люди, они останутся людьми. Поэтому, как только появилась возможность вернуться в офисы, то люди туда радостно побежали. Но при этом вот этот смешанный формат работы, когда люди общаются онлайн-офлайн, он сейчас так плотно вплелся в нормальную бизнес-практику, что ее уже не различить. То есть большинство наших встреч сейчас, где встречается больше пяти человек, мы проводим в смешанном формате. Кто-то сидит на удаленке, там квакает из лягушки, кто-то здесь прямо в комнате. И это уже совершенно нормальное такое явление. То есть еще даже полтора года назад, все равно, если человек отсутствовал, значит, он отсутствовал. Он говорит, я отсутствую, я болею или я там чего. Сейчас уже человек не может сказать, что он там чего, что он в отпуске лежит там на берегу. Ну, вот тебе, пожалуйста, соединяйся. Вот тебе Zoom или там что-то, через какой общается компания, средства. В общем, вот это, наверное, важное такое, ну, самое такое важное, что мы вынесли из пандемии. Ну, и при этом, конечно, систему безопасности пришлось все равно подкручивать. Ну, я думаю, что здесь присутствующим это было не вновь, поэтому у нас, наверное, ну, как и у большинства, наверное, присутствующих таких проблем это не вызвало. Но я знаю компании, многие наши клиенты в панике бегали и говорили, как же так, у нас было все запрещено, у нас были коммуникации запрещены, а сейчас нам это все надо открывать. Ну, в общем, я думаю, что мы еще на эту тему здесь побеседуем. Но основным итогом удаленки, мне кажется, стало, ну, размытие, что ли, это понятие удаленка. Оно уже не является таким каким-то новым. Просто удаленка, то есть онлайн и оффлайн теперь это некий смешанный такой формат, в котором мы теперь, видимо, будем жить уже и дальше. Спасибо. Спасибо. Виталий, на твой взгляд, ну, все-таки как хэдхантер, он обязывает смотреть на рынок в целом, не на конкретных людей, а на ситуацию более широко. Кто возвращается в офисы? Те же люди или другие? Ну, конечно, возвращаются те же люди, но уже другие. Отличный вопрос, да. На самом деле, я не очень соглашусь, что сейчас все прям радостно поскакали в офис, потому что много причин есть, которые влияют на то, что происходит с людьми. Я попытаюсь сейчас очень так кратенько мазками накидать. Первая причина такая большая – это потеря контроля над собственной жизнью. Невозможно стало планировать ни личную жизнь, ни отпуска, ни работу, непонятно, что будет дальше, непонятно, какие совещания. То есть вот это вот все непонятное вносит очень серьезный фактор стресса. Второе – так называемое размытие границ. Размытие границ во всем. Как коллеге подходить, если ты его вдруг увидел? Жать руку или не жать? Потому что непонятно, какая граница и какое отношение. Это дальше вызывает разделение общества на два лагеря. Банально. Те, кто хочет в офис приходить, и те, кто в офис не хочет приходить. Те, кто хочет спутник 5 делать, и те, кто не хочет спутник 5 делать. Ну, зум на лице, как я это называю. Никто не обратил внимания. Все много говорят. У нас удаленные конференции и прочее. А я вот обратил внимание на такой интересный факт, что множество людей в зум-конференциях стали смотреть на себя. Ведь это же для них новинку. Они никогда себя на священиях не видели. У некоторых это превращается в самолюбование. А некоторые выводят коллег большие лица на экран. Наконец-то начинают их разглядывать. И по сути это же такое внутреннее обнажение. То есть люди к этому не готовы, когда осознают эти моменты. Ну и, наверное, еще один момент такой про экономику. Экономика потребления снова взяла свои рубежи назад. Где-то мы, может, откатились. Но имеет свой автомобиль и свою дачу, чтобы поехать и поработать. Гораздо лучше, чем, допустим, снимать квартиру и ездить на каршеринге. Особенно с учетом новых правил. Поэтому вот эти факторы, они пограничных два состояния создают. Полон людей находится в дичайшем стрессе. Не понимают, куда бежать, что делать. И они как клещи вцепились в текущие места работы. Стараются эту работу не потерять. Ну, потому что на переправе они не меняют. И вторая половина, которая к этому относится гораздо легче, проще. То есть она гибче, быстрее включилась, быстрее вышла на эти вещи. И в офис, как ни странно, выходят представители и той, и той половинки. Наверное, ни для кого не секретом будет, что, наверное, больше всего рады оказались удаленки. Потому что это было их, естественно, частью жизни. Возможно, разработчики. То есть люди, которые закрыто работают в системах, да, они меньше склонны к общению, к социальному. Больше коммуникация цифровая происходит. Вот они, конечно, с удовольствием работают из дома. Потому что, на самом деле, без разницы, где ты находишься. Люди же привыкшие коммуницировать в офисе, решать какие-то задачи, принимать решения. То есть мы все-таки социальные существа. Нам нужно общение, нам нужна коммуникация. Потому что безумно тяжело сейчас, прежде всего, и чарам, и безопасникам простую вещь сделать. А на них эта нагрузка легла. Сохранить ДНК компании. Да, вот сохранить те морально-этические нормы, правила, да, какие-то устои, которые в компании были. Потому что сейчас идет изменение. И это очень сильно на людей влияет. И тренд, безусловно, как неизбитая эта уже фраза звучит, мир никогда не будет прежним. Но однозначного тренда, что мы уйдем в удаленку или будем вернемся все в офис, его нет. И прогнозировать его я бы не взялся на текущий момент. Зависит от бизнеса. Ну, производственники, скорее всего, вернутся на рабочие места. Там, где нужно ручками, болты с гайками крутить. На удаленке останутся профессии, которые не подразумевают необходимости. То есть, когда достаточно просто компьютера. Компьютер – рабочий инструмент. Да, интернета за глаза. Но мир будет меняться. Я все-таки склонен верить в то, что больше людей будет выходить в офис по одной простой причине. То есть, вот даже на конференциях сейчас, постковидных, наблюдая, люди соскучились по общению, по обмену информации вживую, по эмоциональности и по каким-то таким живым беседным вещам, которых, простите, ни в одном зуме создать невозможно. Когда в зуме 50 человек, не получается дискуссии, получается шум, если говорят больше двух. Поэтому все это растягивается, люди выпадают, особенно молодежь. То есть, этот тренд очень сильно отвлекает пока выход в удаленку большей части людей. Им это просто не нравится. Ну, вот, наверное, такие вот мазками… Спасибо. Не очень понятно, но это ваше право. Но мне вызывает сомнения. Надо ли защищать то, что претерпело изменения? И пытаться восстановить ту этику, те правила, которые были до пандемии. А это вопрос, на мой взгляд, не этический. Это вопрос курицы и яйца. То есть, для кого бизнес? Для человека или человек для бизнеса? Пока я, наверное, устаревших устоев, но меня учили следующим образом. Я работаю в компании, чтобы мои инвесторы были счастливы. И для меня, что первично, оно очень четко понятно. Я буду отстаивать вот эту позицию. Возможно, она когда-нибудь изменится. Но на текущий момент для меня, как и для многих, наверное, людей, это остается правилом. Спасибо. Игорь, на твой взгляд, как сейчас, вот в связи с подобными тенденциями, которые отметили коллеги, изменилась ценность людей для бизнеса? Слушай, ну, вообще, за прошедший год, на самом деле, нам кажется, что мы получили некоторые бытовые изменения, когда работали в офисе, а потом пришли работать из дома. На самом деле, нет. Там два, по мне, это два ключевых изменения. Первое. Каждый человек получил большую степень свободы. Ну, даже в банальном. Сидя дома, он может работать, а может не работать. И количество сотрудников, которые... Ну, это же требования к некоторой самодисциплине. Если у тебя внутренней вот этой самодисциплины нет, то ты, скорее всего, будешь работать лежа на диване, и через месяц у тебя как-то вот твоя производительность сильно снизится. И здесь выигрывают те, кто с большой именно такой самоотдачей, самодисциплиной. И, конечно, сейчас для людей, которые, тут я с Виталием абсолютно согласен, получили новые условия, на них наложились новые требования, они получили серьезное размытие рабочего дня, они получили вот эту вот возможность побездельничать, которая на самом деле их разрушает. Это прям вызвали людей. А второе, я уверен, что все компании, которые являются технологичными, они очень ценят некоторую внутреннюю культуру и внутреннюю атмосферу. И раньше эта культура, ну, она так, передавалась из уст в уста. Она была где-то вот в офисе, в стенах, в каких-то лучших практиках, в каких-то разговорах, где-то на кухне или в курилке. А когда мы год не виделись, вот эта вот внутренняя атмосфера, внутренняя культура драматически разрушилась. Плюс еще к тому, все технологические компании растут. И все набрали там десятки, а кто и сотни сотрудников через Zoom. И все. И это колоссальный вызов для HR сохранить, вырастить, пересобрать вот эту вот внутреннюю культуру. И вот эти вот как-то уроки эмпатии через Zoom, когда у тебя вот такого размера человечек, ты пытаешься хоть что-то увидеть у него в лице, хоть какую-то энергию туда отправить, ну, прям это новый менеджерский вызов. Но при этом с точки зрения ценности человека для бизнеса, ну, сейчас он только возрастает. Ну, вот я беру нашу компанию, я беру вот наш коллектив, это уже там почти даже больше, наверное, тысячи человек. И именно эти люди создают потенциал компании. Их нужно, несмотря на вот эти вот все сложности общения через Zoom, их нужно драйвить, их нужно развивать, их нужно мотивировать. Вот этой вот обмен энергией, который как раз созидает, его выстраивать, и прямо это очень тяжело. Мы прямо действительно оказались и руководители, и HR, сотрудники, да, но руководители и HR, прямо совершенно в новой парадигме, с новыми требованиями и менеджерскими, и к ценностям, и к культуре, мы сейчас вынуждены сильно перезагружаться и перестраиваться. Спасибо. Сергей, Тимур, я сейчас нахожусь в очень затруднительном положении, потому что, в общем-то, с одной стороны, вопрос, который я хотел бы задать, он может подставить предыдущий ответ. По абсолютно понятным для меня причинам коллеги обошли один деликатный вопрос. Вы, наверное, заметили, когда мы уходили на удаленку, зоны нашей ответственности, которые комфортно ограничивали наш мир корпоративный, они трансформировались, они размылись. Под этот замес попали в том числе и ключевые сотрудники, которые комфортно себя чувствовали, они были звездами, они понимали, где начинается и зона ответственности, где она заканчивается и как себя в них вести. Но, уйдя на удаленку, они потеряли себя. Кто-то начал просто действительно тупить, типа переждать, месяц, два, три, потом потерялся совсем. Кто-то начал искать, решать проблемы самостоятельно и вот нашел себе новые границы ответственности, которые тоже трансформируются, о которых не все в компании знают. Это очень сложная и болезненная ситуация для компании, для самих людей. Но дальше возникает вопрос к вам, коллеги. Попробуйте прокомментировать вопрос, который непростой. А как вы оцениваете изменения в поведении ключевых сотрудников, которые оказались в этой ситуации? В чем проявляются риски для бизнеса от поведения этих сотрудников в новых условиях? Ну, знаете, наверное, про ключевых сотрудников такая двоякая история с ключевыми сотрудниками. С одной стороны, если мы рассматриваем вопрос утечки самой информации, то ключевой сотрудник, наверное, не самый такой опасный элемент в этой истории. Но последствия его утечек колоссальны. Вот. Это как бы вторая половина. Извини, что по-другому интригу. Да, потому что, с одной стороны, он сам по себе не проблема, потому что он, как правило, лоярен, он, как правило, хорошо оплачивается, его работа. Ну, то есть для службы безопасности он не самый явный элемент, от которого ждать проблем с точки зрения утечки. Но проблема в том, что ключевой сотрудник, сам сотрудник, это и есть информация. И уход сотрудника, это уход знаний, уход компетенции, уход, не знаю, каких-то, он из головы не выбросит ноу-хау, который он придумал в этой компании. Он с ними уйдет, он будет их продвигать дальше. Поэтому сам уход, это, да, это проблема. С точки зрения пандемии, как изменилось отношение сотрудников, ну, они точно почувствовали, что есть другая история. То есть раньше они работали, вот они приходили на работу, было какое-то замкнутое пространство, они в нем работали, и не всем это было комфортно. Потому что ключевые сотрудники, они люди творческие, у них всегда какие-то есть идеи, всегда вот эти запреты, ограничения, всегда им немножко мешают реализовывать свои идеи. Поэтому, когда появилась удаленка, они почувствовали вот определенную свободу и почувствовали, что они могут строить немножко по-другому свою работу. И сейчас, на мой взгляд, у вас очень серьезный вызов с точки зрения информационной безопасности. Вот каким образом в этой новой модели обеспечивать безопасность? Нельзя на нее положить те принципы, которые были вот в старой модели, когда все работали на своих местах, когда можно было закрыть периметр, когда можно было все контролировать. Нельзя. Почему? Потому что сотрудники почувствовали, что есть другая история. И конкуренция на рынке очень серьезная. Особенно, когда мы говорим о ключевых сотрудниках, очень серьезная конкуренция. Сразу наличие удаленки для него плюс. Он сразу говорит так, у вас удаленки нету, у них удаленка есть. Ну вот все эти вещи для него являются приоритетами, потому что он свою творческую историю хочет реализовать. Он не настроен воровать данные у компании, он лоялен, он идет абсолютно спокойно, ему важны условия, которые ему обеспечит компания. И если вот в этой новой истории удаленная работа, ему будет говорить, нет, ты можешь работать удаленно, но ты будешь работать удаленно с площадки, там, не знаю, компании, ну, не знаю, для него это будет сложная история. Поэтому для нас, на мой взгляд, сейчас очень серьезная история найти вот этот баланс. Таким образом научиться защищать вот эту вот новую историю удаленки и ключевых сотрудников. Это непростая история. Спасибо. Тимур, есть что добавить? Вы знаете, пандемия действительно изменила, как коллеги отмечали, подходы к работе, к организации работы, мотивация, контроль, планирование работы сотрудников. Все изменилось, особенно коммуникации. И действительно ключевые сотрудники, да и все сотрудники вынуждены были измениться. Значительно увеличился стек технологий, которые используют сотрудники в своей работе. И это привело к стрессу, к дискомфорту сотрудников. И мы в этой ситуации, вот, если брать наш пример, Банка России, мы как под университет достаточно активно тоже включились в работу, перевели все обучение в дистанционный формат, создали образовательную поддерживающую экосистему для того, чтобы сотрудники не чувствовали себя оторванными от, скажем так, коллектива. Наши подразделения по информационной безопасности, по информационным технологиям также активно включились в работу. Несмотря на то, что мы, структура достаточно консервативная в некоторых вопросах безопасности, мы, тем не менее, смогли быстро, оперативно и без угроз и рисков перевести большое количество людей на удаленку. То есть, вот, поддержка людей через обучение, через различные программы образовательные, через коммуникации, да, удаленные, это позволило, на мой взгляд, снизить уровень давления и стресса, который на себе люди испытывали в первое время. И мы стали больше ценить личный контакт, личное общение, это, безусловно, важно. И вот, как здесь отмечалось, безусловно, культура, ценности организации, которые являются клеем, связующим звеном, очень сложно их транслировать, передавать и воспринимать через различные дистанционные каналы коммуникации. Здесь важно, конечно же, сочетание. Спасибо, спасибо. Наталья Ивановна, несколько лет назад на сцене Би-саммита прозвучал замечательный тезис, который я потом стал цитировать, и так получилось, что теперь его приписывают мне. Это не мое, мое откровение. Один из спикеров Би-саммита сказал, что большинство из нас поколения отцифрованные, потому что мы помним ламповый мир. Мы родились в нем и помним, как он был, каким он был теплым и другим. Потом нас отцифровали. Но сейчас рядом с нами работает, мы общаемся с цифровым поколением, которое выросло с гаджетами в руках. Несколько лет назад я, наверное, спросил бы вас о том, как выглядит конфликт поколений Y, Z в одной корпоративной среде. Но сейчас вопрос звучать, нам бурально поставить более сложно. Это поколение, которое впитало в себя те или иные причины, навыки общения в той или другой среде, и не всегда понимает друг друга. Самых каких-то микропризнаков. Например, когда нас спрашивают, что это сложное, мы поднимаем вопрос к потолку, типа где-то там какой-то был ответ, мы его помним, как на экзаменах было. Молодое поколение опускает глазки вниз, потому что здесь гаджет, на котором есть ответ. Они так привыкли. В этом уже проявляется. Но сейчас-то вопрос в другом. Уже выросло определенное поколение, которое впитало в себя за эти полтора года культуру работы на удаленке. И вот эти разные навыки приходят в одну корпоративную среду. Как это проявляется? В чем это проявляется? Как с этим можно справиться и мониторить их поступки? Ну, вы знаете, я думаю, что полтора года все-таки мало, чтобы впитать в себя прям вот культуру. Люди все равно стремятся к личному общению. Взрослые. И взрослые, и на самом деле молодежь тоже. Молодежь даже в большей степени. Потому что им больше нужно потусоваться. Вот взрослые как раз они довольно спокойно к этому относятся. Ну, появились новые способы работы. Ладно, я там общаюсь со своим кругом. То есть взрослые более консервативные. А молодежи, ей как раз надо больше тусоваться. И ее как раз удаленка, ну, меньше в некоторой степени радует. Я вот, знаете, вот Виталий сказал один тезис. Вот я очень поддерживаю тезис про стресс. Это все говорили, я поддерживаю. Это действительно стресс. И люди на самом деле из стресса не вышли. Но Виталий сказал, что люди не меняют работу. На самом деле это неверно. Вот я заметил даже по нашим компаниям, когда чуть-чуть приоткрыли занавес, вот чуть-чуть приоткрыли удаленку, у нас произошел прям такой, знаете, выброс. Вот прям несколько человек сразу там поднялись и ушли куда-то там. Причем некоторые в никуда, некоторые в очень странные места там. Некоторые вообще даже ничего не предвещало, да. А потом раз, все опять законсервировалось, все опять сидят тихо. То есть, видимо, вот какой-то стресс, когда у человека накапливает, то он иногда ведет себя очень, ну, непредсказуемо, что ли. И это еще один вызов. Вот мы говорим сейчас про вызов для кадровых директоров. Это еще один вызов. Предсказывать вот такие траектории стало гораздо сложнее. Что касается поколений и конфликтов поколений, вы знаете, ну, безусловно, есть разные ценности и разные подходы, то есть, ну, разные взгляды, да, у поколений. Это совершенно видно. Но вот мы что пытаемся сделать? Мы пытаемся все-таки, во-первых, мы резко увеличили количество внутрикорпоративных мероприятий. Составили календарь, у нас минимум раз в месяц, а иногда и чаще идет какое-то корпоративное мероприятие. Причем мы их делаем по отделам, между отделами, делаем обучающие. Значит, обучающие – это отдельный график целый, там куча. Там у нас раз в неделю идет какой-то обучающий семинар. И обязательно в смешанном формате, обязательно всегда везде написано, коллеги, хотите, значит, присоединяться, вот в офисе там-то, и вы можете присоединяться на удаленке. И люди с большим удовольствием приходят именно в офис. Вот на мероприятие особенно. Если там про работу можно говорить туда-сюда, то как только объявляют тусовку, то тут же сбегается куча народа, которые, значит, хотят тусоваться. Вы знаете, я думаю, что вот эта вот межпоколенческая проблема, она, ну, для работы, она, конечно, являет из себя сложность для менеджмента, потому что ты не всегда понимаешь мотивацию людей, которые перед тобой, да? Но, с другой стороны, ну, все равно задачи-то есть задачи, их решать надо. И все равно оценивают в человека по конечной эффективности. Ну, люди, вот, ну, как вот мы пытаемся решать, значит, это система наставничества. То есть приходит, приходящий молодой человек, у него обязательно есть как минимум один наставник. У наставника там не более трех подопечных, что называется. Это система обучения, это система вовлечения в различные там мероприятия, курсы и так далее. Это, ну, значит, подготовка, как эта книга новичка, которую мы всем даем с тем, чтобы они изучали, потом по ней проходит опрос, как человек понял и так далее. То есть это какая-то попытка втянуть такая человека, что с удаленкой, конечно, стало гораздо сложнее. Поэтому мы даже создали отдел специальных внутренних коммуникаций в нашем кадровиках. Да, раньше у нас был один человек, просто этим занимался, вот, а сейчас целый отдел, потому что это реальный вызов. Это реальный вызов, с которым нам приходится бороться и на который, на самом деле, все идут методом проб и ошибок. В этом смысле это вот даже более интересная дискуссия, не межпоколенческая, а вот как этих людей, значит, обратно мотивировать, как сделать так, чтобы, сидя на удаленке, он там не сделал один клик и не убежал в иностранную компанию. Надо же понимать, что у нас еще риск такой, что иностранные компании сейчас совершенно легко пылесосят рынок. Тебе не надо подниматься и уезжать за границу. Ты можешь просто раз найти вот себе компанию и работать там, я не знаю, на какой-нибудь Google, сидя тут же в Москве. Ну и это, да, это возрастание конкуренции и, в общем, это такой новый парадигм совершенно. Спасибо. Игорь, что ты хочешь добавить? Да, смотри, я хочу всем напомнить, что два-три года назад как-то вот и в прессе, и на конференциях стала возникать дискуссия, теория поколений, новое поколение, и это прям вызов, с которым будет сложно работать. Все как-то воспринимали это как чуть ли не крах теории, что вот через пять лет вот там молодежь, которая сейчас растет, она придет в компанию, и компании все традиционно обрушатся. Это было до пандемии. Сейчас в момент пандемии, знаете, мы эти вопросы-то все порешали. Как таковой культура, которая где-то внутри столов, стульев, офиса, она исчезла, про это поговорили, и уже она не мотивирует. Не возникает такого вот именно человеческого переопыления в офисе, которое бы всех заряжало. Все на удаленке, всех нужно формально контролировать, всех нужно менеджерскими способами мотивировать к работе. Мы получили разрыв человеческого общения, который вот в новых поколениях возникает, мы научились с этим работать. И я считаю, что мы за вот эти вот там год, два, три, там эту вот всю историю переварим, и действительно мы станем другими. Но вот эта вот острота проблемы перехода между поколениями, она прям снизится. Я ваше прощение. Ее просто вытеснили другие проблемы, Игорь. Она просто отошла на задний план, это не значит, что она исчезла. Другие проблемы нас нагонят, они не зажавеют за ними, это факт. Я все-таки думаю, предлагаю двигаться дальше и перейти к технологиям, поговорить про них. Игорь, мы с тобой как уже говорили о том, что за время пандемии онлайн-офлайн занял доминирующее место в нашей жизни. В общем-то, не потому, что мы до этого не знали этих методов и средств, но до пандемии 90% конфиденциальных разговоров все-таки люди старались вести face-to-face. А сейчас были вынуждены, именно слово принудительно вынуждены, доверять больше IT-технологиям, конфиденциальности своей. Уместно ли поставить вопрос о том, что в постпандемии на мире изменится IT и Б-среда? Потому что она уже по определению изменилась, по определению, вот дальше, если мы сейчас чуть пойдем в информационную безопасность, и сейчас еще дальше теорию начнем развивать. Понятно, что периметры компании исчезли, вот эти все рассуждения, они есть. И точно так же IT, как оно было таким вот, на острие развития бизнеса, сейчас только скорость развития информационных технологий усиливается. И, конечно, возникает все большая дистанция между технологиями кибербезопасности, которые, в общем, достаточно консервативны, которые, скорее, хотят построить какой-то вот такой вот заборчик, а забор-то уже строить не вокруг кого, да, уже все вот это вот поменялось, поменялось, и там облака, которые раньше казались, ну, чем-то там диво-дивно, и только там какие-то молодые энергичные компании в облаках работали, так сейчас поголовно, сейчас нет даже крупной корпорации, которая не работает в облаках. Все, IT-ландшафт изменился, нет уже какого-то единой точки, которую можно было его позащищать. Мы оказались в таком абсолютно открытом мире, и подходы к кибербезопасности, они тоже, конечно, меняются. Наталья Ивановна, есть что добавить? Вы знаете, я вот полностью согласна со всем, что сказал Игорь. Я бы только хотел заметить, вот ты сказал, Олег, что 90% разговоров мы хотели вести лично, конфиденциально. Вот эта тенденция никуда не делась, 90% конфиденциальных разговоров, как только есть реально конфиденциальный разговор, все выключают все устройства, едут на личную встречу и точно так же лично разговаривают. То есть вот разговоры, да, если там идет переписка, если идет документы, ну, да, надо защищать, да, понятно, шифрование внедряется в нашу жизнь, то, чем люди не очень любят пользоваться, и это прям нужно об коленку ломать, причем даже вот там в нашей компании по безопасности иногда мы сталкиваемся с тем, что люди не понимают, как они используют конфиденциальную информацию. Телеграм-каналы, мессенджеры облачные, это у нас основной, значит, метод коммуникации. Фигачат туда конфиденциальные файлы, потом там отлавливаешь какой-нибудь документ, и опять, значит, снова здорово, начинаешь говорить сотрудникам, что же вы делаете, а что, говорят они, делая круглые глаза, ну, мы же общаемся в Телеграме, да, ну, а что, ну, а как, вот все там, вот мы все там, не знаю. Мы действительно все там. Наталья Ивановна, знаете, я передан с начала конференции позволил себе крамольные высказывания. Я сказал, что правда заключается в том, что никакого ДЛП не существует. А потом поправился и пояснил, что того ДЛП, который мы знали 5-7 лет назад, от него остались только эти самые три буквы ДЛП. Потому что функционал, который мы сейчас его нагрузили, это уже не тот ДЛП, который мы знали 5-7 лет назад. На ваш взгляд, что такое ДЛП сейчас? И как выглядит рынок этого вот этого, того, из чего он состоит сейчас? Да, почему же не существует Data Leak Prevention. Вот как предотвращали утечки, так и предотвращают. Вопрос изменения конкретного функционала продукта, он не влияет на основную задачу данных средств. Просто информация стала распространяться многими способами, и производителям приходится, значит, перекрывать там не один-два канала, как это было там 10 лет назад или 15, а кучу каналов, перехватывать информацию не просто там лежащую в одном конкретном месте хранилище, а в десятках хранилищ, предотвращать информацию идущего в облака и так далее. То есть просто расширилось само понятие и стало, ну, больше над чем работать. Но задача никуда не делась, решать ее надо. Утечки, как мы видим, случаются, и они реально приносят гигантский ущерб, особенно с персональными данными. И, в общем, ну, как бы с этой точки зрения ничего не изменилось. Изменился просто объем работы для виндоров. Ну, как мне лично кажется. Игорь, твой взгляд на ДЛП? Да, я бы, наверное, в конце про это ответил. Сейчас мне хочется дать пас Сергею, потому что там мы-то с Натальей Ивановной скорее разрабатываем и продаем, а у Сергея-то именно такой практически живой опыт, что называется, земли. Что сейчас есть? Тот, кто ДЛП, знает кончиками пальцев. Да, да. Ну, я соглашусь с тем, что проблема точно не исчезла. Проблема остается, а пока остается проблема, будут средства защиты, которые должны эту проблему решать или митигировать, как минимум. Поэтому, если даже и кто-то привлекал в свое время, что ДЛП куда-то исчезнет, ну, этого точно не случилось. Потому что эти инциденты, которые случились, там, не знаю, пару лет назад, и активный бум утечек, он всем подсказал, что рано еще закрывать тем. Другой вопрос, что сами технологии должны очень серьезно поменяться, а не меняются. Если мы возьмем то, что было пять лет назад, ну, да, это было, наверное, там, один-два канала, какая-то такая не очень серьезная нагрузка, сейчас ситуация полностью изменилась. Даже если взять, там, наш пример, нашу практику, там, ну, наверное, в 10, а то и в 15 раз мощность системы увеличилась. То есть мы сейчас в сутки обрабатываем порядка, наверное, 5 миллионов всевозможных сообщений, то, как бы, и нагрузка сама по себе, она очень серьезно растет. И требования к системе с точки зрения функционала и каким образом проблемы решения тоже растут. И, на наш взгляд, должна поменяться сама история, как система работает. Вот предрекали поведенческую аналитику, вот ее точно не хватает. Она сейчас появляется практически во всех продуктах, но вот ее очень не хватает, чтобы она действительно очень серьезно заработала, снижая и false positive, и повышая эффективность системы. Невозможно все описать простыми выражениями, регуляркой, ну, как бы, мир намного сложнее, и системы взаимодействия стали намного сложнее. Поэтому поведенческая аналитика, это то, чего сейчас, наверное, не хватает очень серьезно во всех системах с точки зрения... Она есть, формально она присутствует везде, но когда ты начинаешь ее реально запускать, хочется большего интеллекта от системы. Второй момент, наверное, на который хотелось обратить внимание, это хостовые DLP. Вот тоже та проблема, с которой мы сталкиваемся, все-таки функционал этих хостовых систем, он немножко уступает тому, что в бэке происходит. Но когда мы сейчас заговорили о пандемии, заговорили об удаленке, заговорили о том, что люди выносят с собой ноутбуки, планшеты, остро стал вопрос хостовой. Человек берет ноутбук, идет домой, выпадает из периметра, дома может подключиться к своей сети, каким образом его контролировать. Вся надежда на хостовую DLP, она может работать уже с проблемами. Или ее может вообще не быть на планшетном устройстве, а сейчас там большой объем работы на планшетных устройствах, на телефонах и так далее. Это, наверное, вторая проблема, которая тоже сейчас присутствует. Мне кажется, у каждой компании проблемы с регулярками, когда они начинают сталкиваться с тем, что не все пишут в документе конфиденциально, и нельзя ловить по слову конфиденциально, начинают пытаться описывать все возможные случаи. И это у большинства не получается. Кто-то надеется на то, что он сейчас купит коробку, включит и будет счастье. Потом, когда он берет коробку, включает на свою инфраструктуру, получает 85% false positive, он понимает, что счастье не наступило. Начинает пытаться писать правила сам. Пишет, пишет, пишет. Понимает, что все писать опять не может. И говорит, где бы мне только аномалии смотреть, потому что это невозможно. Это нужно огромное количество людей, которые будут разбирать false positive. Вот мне бы аномалии, там человек ничего не делал, не делал, вдруг начал делать. Вот давайте я им буду заниматься. А хостовые делопии тоже, мне кажется, история очень серьезная. Без них тяжело. Ну, особенно сейчас. Если раньше я мог закрыть всех в периметре, сейчас человек взял ноутбук и ушел. У меня одна надежда, что на этом ноутбуке что-то спасет от того, что он эту информацию... Ну, так и надо, да. В этом смысле, что можно обойтись без хостовых. Но это такая дискуссия, это можем в кулуарах поговорить. Потому что, на самом деле, иногда заказчики просто сами придумывают решение. А решение может быть другим. Понимаете? Не то, которое вы себе вообразили. Ну, у нас много вариантов решения. И VDI, если сейчас речь идет о том, что не нужно выносить информацию на самих ноутбуках, ну, конечно, есть история с контейнеризацией, есть история с всевозможной, которая позволяет эту историю митигировать. Но не все так просто работает. Даже на том же VDI и DLP работают тоже с проблемами. Потому что VDI сразу нельзя пойти, хостовой DLP поставить на VDI машину. Она работает неэффективно, учитывая, что сам VDI по себе технологически другая история. Это не просто набор из десяти арок. Коллеги, самое время задать вопрос залу. Кто-нибудь еще хочет работать с Сбербанком? Да, позвольте. Мы хотим, да. Не, а смотри, сейчас... Из любопытного, Сергей, это взгляд на заказчиков со стороны поставщиков услуг. Сейчас на российском рынке есть два заказчика, две компании, которые отличаются особой изощренностью. Ну, у них, во-первых, колоссальный... Одна из них Сбербанк. У них колоссальная инфраструктура. Колоссальные потоки. И фантастическое умение работать с поставщиками. Это все финансовые вопросы. Это умение драйвить внутри поставщика развитие функционала. Умение вот эти вот все свои вопросы со всех уровней в поставщика технологии как-то вбивать, чтобы поставщик там всячески максимально быстро этот функционал нагонял. И там вот мы с Натальей Ивановной такими вот заказчиками меняемся. Вот сейчас один заказчик у Натальи Ивановны, в котором раньше мы стояли, сейчас вот там Сбербанк в обратную сторону. И, конечно, ну, с одной стороны, нам это очень больно тяжело. Каждый из этих проектов, каждый из этих заказчиков, ну, вот точно не является каким-то сверхприбылями. Но я хочу подчеркнуть, что вот такие инсталляции являются колоссальным драйвером для развития технологии. Потому что такой площадки, как вот такие крупные заказчики с сотнями тысяч, сотнями тысяч хостовых инсталляций, потоками информации, которые проходят каждый день через систему, и ту нагрузку, которую нужно держать, причем бесперебойно, это прям драйвер развития технологии. То, что нас, простите, поставщиков решения прям насилуют на таких инсталляциях, это идет на пользу всему рынку. Это все, все это драйвит технологии. Но тут очень просто. Требовательный заказчик – это развитие технологии. А говоря про, конечно, те технологические вызовы и направления, которые должны быть, да, несомненно, это UBI и всевозможная поведенческая аналитика. А еще, мне кажется, Сергей, важный момент, особенно вот когда мы говорим про переход на удаленку, может быть, смежная тема, и ее с DLP прям не объединяют. Это все, что касается управления доступом. Это минимизация доступа в конформационном системе, минимизация той информации, которую сотрудник получает. И, на мой взгляд, вот это вот сближение задач по управлению доступом и минимизации полномочий с задачами уже контроля перемещения движения информации, оно может дать такой интересный, любопытный, синергетический эффект и некоторый новый уровень безопасности именно информации. Ну, кстати, важный момент. Вот уходя на удаленку, у нас было принято жесткое решение, что если человек имеет доступ к персданам, он, в принципе, на удаленку не идет. Это было жесткое решение президента банка, он сказал, что нет, и все. И это очень серьезно привело к тому, что люди реально почистили свои доступы. То есть они узнали, что они доступ туда, они даже забыли об этом доступе. У них было 2-3 года назад, они зачем-то просили, он у них остался, они его не отозвали. Уходя на удаленку, такая прошла чистка, то процентов 80 доступов было просто закрыто, люди поняли, что они им не нужны. И вот это такой хороший эффект произошел с удаленкой по наведению порядка в доступах. И сейчас люди понимают, что если у него есть лишний доступ, лучше его закрыть, потому что это будет проблема, он не получит удаленный доступ, ему просто не разрешат. Сергей, ты знаешь, у вас с Игорем Ляпуновым есть одна общая черта. Вас всегда отразделяют с теми брендами, которые вы представляете. Ляпунову тоже постоянно приходит с справки, что у вас там происходит в Ростелекоме. А он там какой-то просто необъемный, какой-то серьезный, говорит, да, мы, говорит, Solar, нет вы Ростелеком. Точно так же и тебе приходится отвечать за весь Сбербанк. Только с одним тут шизиком Сбербанка, да. Но есть один вопрос, который... Ничего страшного, я считаю, что у нас очень плодотворное сотрудничество было. А раз ничего страшного, то вопрос к тебе. Наталья Ивановна и компанией. Поэтому я считаю, что вот то, что Игорь сказал, что двигаются технологии, это действительно правда. Я помню историю, когда мы писали индексер на базе, и он просто не работал под нагрузками, и когда через несколько месяцев это все заработало, это был действительно прорыв. Такого стенда нигде не соберешь, чтобы можно было такую нагрузку пойти, смоделировать. Ну, делали на ходу. Это правда. Мы до сих пор благодарны, да. Но надо отдых какой-то давать. Пусть сейчас Ростелеком помучаются, когда они отмучаются. Мученики, вы позволите модератору перейти к следующему вопросу? Сережа. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. Сказочный добрый собеседник сегодня у нас на сцене. Сережа, скажи, пожалуйста, вот есть такая популярная модель, как Zero Trust, нулевое доверие. Она, как правило, применяется в концепции кибербезопасности к аппаратным средствам. А к людям она пригодна, кроме как к технике? Ну, я думаю, не то, что пригодна. Ее, может быть, даже нужно применять к людям зачастую. Каким образом? Ну, странная концепция всегда была для безопасников. Все, кто привык на периметре что-то контролировать, им пришли с технологией Zero Trust и начали менять им парадигму. Начали рассказывать про то, что периметр размывается, нужно теперь эту историю не на периметре контролировать, а везде, лучше в каждой точке, лучше каждую секунду, каждое обращение. Но никто до сих пор до финиша не добрался с этой историей. То есть все в каком-то пути, все в каком-то компромиссе, все уже точно не на периметре, но еще и не в идеальном Zero Trust. А применительно к людям, наверное, здесь есть два момента. Когда мы говорим о людях и о доступе в автоматизированной системе, в информацию, о человекомашинном комплексе, то здесь мы все равно упираемся в историю Zero Trust классического. Мы все равно придем к технике, в которой мы делаем Zero Trust. Если мы говорим об отношении людей друг с другом, я с кем-то разговариваю, я разговариваю с Игорем, я разговариваю с кем-то еще. Мне кажется, здесь иногда людям не хватает Zero Trust немножко. Вот история с мошенническими звонками. Человеку звонит мошенник, человек ему все рассказывает, отдает пин-код, отдает номер карты и так далее. Может быть немного Zero Trust, хоть немного недоверия тому, что это не звони служба кибербезопасности или безопасности банка. Ну хотя бы немножко. Не до паранойи, что ты не веришь всем своим родным, близким, матери, отцу, сестре, брату. Нет, такой паранойи не надо. Ровно как и в технике, никто не дошел до финиша, что на каждом шагу тебя проверяют. Потому что большая избыточность мощностей на безопасность. Но какая-то вот элементарная история недоверия в нашем цифровом мире абсолютно точно должна быть. Сейчас deepfake, сейчас очень легко подделать номер телефона, позвонить от имени Игоря любому человеку, сказать, я Игорь Липунов, поэтому вы мне что-то должны сделать. А если это не Игорь, может быть не доверять вот этой истории? И мне кажется, что, наверное, эту практику на людей все-таки применять нужно. И нужно с детства детей готовить к тому, что интернет это не совсем то, что там показывают. Техника может быть не совсем тем, чем кажется. И вот мне кажется, здесь Zero Trust, наверное, бы в чем-то даже помог. Ну, для меня немножко утопичное вообще применение Zero Trust к человеку. Я просто присаживался к картину мира, когда мы все чуть-чуть, но во всем друг другу не доверяем. Но мало ли вдруг. Вот мы сидим тут на конференции, модератор мне вопрос задает, надо не довериться. А вдруг вопрос с подвохом. Ну, не про это, да. То есть технологически абсолютно коллегу поддержу. То, что там в технологиях, в программном обеспечении, в железе должен быть Zero Trust, да, понятно, доказано, понятно, как исполнить, понятно, зачем, понятно, почему не можем дойти до финала. А с людьми эту технологию, я не понимаю, как это использовать, откровенно признаюсь, потому что если будет достигнут Zero Trust в технологиях, нет необходимости проверять, кто тебе звонит. И минимальные правила санации собственного пространства, да, они у каждого свои. Но вот заморачиваться на тему, не доверять всем, не доверять каждому звонку, психологически тогда очень сильно изменится. А самое главное, потеряется динамика общения внутри компании прежде всего, да. То есть если вот этот Zero Trust применять для людей, чисто для людей, без учета технологий. Это точно скажется на обществе, это точно скажется на коммуникациях. И я не верю, что эта технология применима к современному поколению, особенно к тем ребятам, которые вот только-только начинают появляться внутри бизнеса. Молодые, зеленые вроде бы, но они совершенно другого потока. Для них интернет, естественно, среда обитания. Они не обвешаны нашими стереотипами и какими-то шаблонами, и видением, и воспринимают мир совершенно по-другому, гораздо чище на самом деле. Для них это данность, то, что нужно проверить, когда тебе... И они не считают это недоверием. Совершенно другое отношение к этому. Я уверен, что когда они больше будут появляться в бизнесе, у нас вопрос к человеку, он сам по себе отпадет. А вот очень усилится тема, связанная с к технологиям оборудования. Поскольку в основе своей, то есть мошенничество, оно всегда было, есть и будет, оно происходит только потому, что появляется возможность смошенничать. И прежде всего, технологическая возможность. Экономическая. Ну, естественно, любая оправданность, это только экономика. Ну, здесь больше разговор о кибергигиене. Не о тотальном недоверии, не о паранойи какой-то, а вот о кибергигиене. Да, технически решать проблему нужно. Это абсолютно точно. С теми же самыми звонками и так далее. Это вся история, которую и мы активно продвигаем, все это запретить. Но должна быть кибергигиена. И она меняется. Вот меняется мир, меняется ситуация, меняется кибергигиена. Она немножко другая. Я бы сказал, тут другая парадигма, если кибербезопасность брать, да, то есть это абсолютное доверие в собственной служб безопасности. Вот когда мы перестанем быть чумным уголком для большинства сотрудников компании, к нам перестанут бояться в кабинет заходить, диалог вести, о чем-то разговаривать. Вот тогда у нас из РОТраст полетит и все остальное. По-моему, как в фильме про Штирлица такая мысль была. Никому верить не лететь, а службе ЕБ можно. Прекрасный концепт. Сейчас, Игорь, у нас Тимур давно молчит. Может быть, есть что добавить? Ваш взгляд, как на ваш взгляд должна выглядеть жизнеспособность концепции нулевого доверия в отношении с людьми? На мой взгляд, вот коллеги говорили про киберграмотность. Про киберграмотность это важный аспект. И мы, как Банк России, реализуем у нас большой объем программ по финансовой грамотности. Мы охватываем практически все целевые категории граждан страны, от детишек до людей пенсионного возраста. И мы планируем к этим программам добавлять программы по киберграмотности для населения, активно внедрять и реализовывать и инвестиционной грамотности. Действительно, такая ситуация есть и объем растет. Ну, этим надо заниматься. То есть, это выход из ситуации киберграмотность? На мой взгляд, да, одно из решений. Спасибо. Игорь? Да, я вот с большим удовольствием слушал то, что Виталий сказал и на 200% подписываюсь, потому что недоверие, я сейчас говорю не про технологии, про доверие между людьми, доверие компании к своим сотрудникам или, по крайней мере, демонстрация этого доверия, это ключевое. Как только возникает недоверие между людьми и сотрудники начинают ощущать, и тут я, коллеги, хочу обратиться к вам, к службам информационной безопасности, потому что вы проводники позиции администрации, позиции компании на людей. Как только сотрудники начинают чувствовать, что компания им не доверяет, именно чувствовать и именно недоверие. Это яд, это яд, проникающий внутрь компании, это разрушение всех внутренних связей, всех внутренних коммуникаций, и это разрушение того климата, о том, о чем мы говорили в начале, креатива, драйва, бизнес-драйва, развития. И ключевое, здесь тонкая грань для нас с вами, как обеспечить свою безопасность в том опасном мире, про который мы поговорили, но тем не менее, не разрушить вот эти вот связи. И очень важна именно демонстрация доверия, возможность людям делать ошибки, возможность им экспериментировать, ошибаться, но при этом не убивать в них вот этот вот творческий потенциал. И, конечно, вот доверие между людьми и некоторая милитаризация, к которой мы вынуждены были прийти с учетом пандемии в информационной безопасности, вот это вот прям еще одна тонкая грань, на которой нужно все-таки очень умело балансировать. И ни в коем случае не свалиться вот в такую Zero Trust уже на уровне людей. Спасибо, спасибо. Какая штука. Когда Виталий сказал, что подобная концепция Zero Trust может привести к какому-то тотальному недоверию каждому с каждым, и сказал, что тогда он, получается, должен не доверять мне как модератору, у которого всегда какие-то провокационные вопросы должны быть. Какая штука. он был абсолютно прав. Больно слышать этих людей, которые рассуждают про абсурдность нулевого доверия к людям, находясь, в общем-то, в экономике недоверия. Потому что мы в ней живем. У нас очень много проверяющих, контролирующих, разрешающих. Это делает какой-то огромный наносит вред для эффективности экономики. Решение принимается небыстро и согласовывается очень долго в этих условиях. непозволительно долго. А во-вторых, это очень большая финансовая нагрузка на налоговые органы. Вот это экономика недоверия. Наталья Ивановна, на ваш взгляд, есть ли какой-то формат экономики доверия? Как она может выглядеть? Вот сейчас очень футуристический вопрос. Как бы нам хотелось бы? Да, такой философский вопрос. Именно, да, да, да. Понимаете, у нас отрасль вообще исторически регулируемая. И с одной стороны, вроде излишняя регуляторика ведет к серьезному усложнению и работ служб безопасности, и к серьезной бюрократизации процесса. С другой стороны, у нас, если проверяющий не стукнет по голове, то никто и шевелиться не будет. Вот вспомним, например, закон о защите персональных данных. Пока там были маленькие штрафы, но никто вообще даже делать ничего не хотел. И мы на своих конференциях встречались и говорили, что давайте усиливать штрафы, давайте усиливать давление, иначе они ничего не будут делать. То есть тут, конечно, нужно некий баланс соблюдать. Вот от меня справа сидит регулятор, ну, представитель регулятора, который постоянно пишет новые руководящие документы о том, что там не нужно, и наоборот, что нужно делать. Но если, я думаю, он не будет писать эти руководящие документы, то регулируемые организации, скорее всего, будут просто увиливать, потому что у них нет никакой мотивации тратить деньги чисто на безопасность. Понимаете? Потому что инцидент может случиться, а может не случиться. Если инцидент случится, да, тогда все ругаются, тогда, значит, начинаются поиски виноватых, награждения невиновных, да, там, непричастных, как всегда. Шумих, неразбериха, обычные такие сопутствующие элементы. Но пока инцидент не случился, никто же ничего делать не будет. Ну вот не будет. Я не знаю, вот мне Тимур бы здесь хотелось наоборот послушать, может быть, регулятор придумает какие-то гибкие методики, которые бы и дышать давали. Вот с одной стороны хотелось бы, но с другой стороны не хотелось бы поставить посложный вопрос, под который его обязывает ответ как официальный. Тимур, ваше рассуждение именно как Тимура, не как вот Банк России. Возможно ли такая картина, о которой мы сейчас говорим? Или мы придумываем невозможное? Ну, вы знаете, у Банка России в соответствии с законом о Центральном банке есть, скажем так, цели и задачи по стабильности, по стабильности всей финансовой системы. И в данном случае как бы тут действительно должен быть некий баланс. С одной стороны, чтобы не сильно не зажимать с точки зрения регуляторной нагрузки, с другой стороны, ну вот как бы трудно здесь за весь Центральный банк говорить, но мне кажется, мы вот если смотреть и сопоставлять другие финансовые рынки, там те же самые европейские, мы находим тот баланс, да, есть определенные сложности, но на мой взгляд субъективный, мы находим баланс и финансовый рынок, и финансовые технологии развиваются с более, скажем так, интенсивной, наш рынок, на мой взгляд, достаточно конкурентоспособный финансовый рынок в целом, если говорить. И вот как раз регуляторная правильная нагрузка, сбалансирована, позволяет двигаться рынку вперед, при этом соблюдая определенную стабильность финансовую в целом. Вот при сенсу в скепсисе в отношении к инициативам регуляторов я полностью поддерживаю этот ответ. По той причине, что финансовый сегмент, нам сейчас интересен своим примером, он оказался первым, который отреагировал на вызовы пандемии, потому что мир ушел в онлайн, и нужно было гражданам предоставить возможности иметь доступ к этому онлайну. Были подняты лимиты по снятию денег, закончили пандемию выходом из нее инициативами по предоставлению онлайн кредитов, не выходя из дома, можно было это сделать. Это все повысило риски, но тем не менее это было сделано. Вот управление этими сервисами и рисками, этим балансом каким-то, это пример реакции на вызове пандемии, который перед нами случился. Про активное управление. Да, да, то есть что будет дальше, вот как с этим бороться и куда это дело заведет, и каким последствиям может привести, и как с ними потом бороться. И точно интересные кейсы, примеры банковского финансового сегмента. Поэтому за это уже огромное спасибо, как вот есть на кого посмотреть. Ну что ж, я думаю, что, Игорь, есть что добавить тебе про этот мир, про который мы говорим? Мир доверия, экономику доверия, который без информационной безопасности, видимо, уже не построить. Важно, чтобы информационная безопасность воспринимала себя одним из создателей, а не вот это вот, как мы любим, ограничил, заградил. Да, да. Я попытался как раз вот предложить обсудить вопрос, но как-то мы его обошли стороной, и это отдельная тема дискуссия, потому что люди, сиящие на сцене, лучше других знают примеры построения доверительных отношений в абсолютно недоверенной среде. Даркнет. Прости, Господи, не с этой сценой будет это сказано. Но, тем не менее, вот построить подобные отношения доверительные без участки информационной безопасности невозможно. Вот к этому хотел бы стремиться. Но у нас есть еще один любопытный вопрос. Коллеги, а из опыта пандемии и массовой удаленки, что бы вы хотели с собой забрать? Это такой близ к каждому из вас. Виталий, давай начнем с тебя. Я все-таки в компании, которая про людей, и то, что я заберу, безусловно, для меня мир изменился в вполне конкретных параметрах. Я понял, что такие вещи, которые раньше в той же безопасности даже было грешно упоминать, такие вещи, как soft skills, они выходят на первый план. Это эмпатия, то есть умение с людьми даже через экран монитора, зума и всего остального наладить отношения, провести какую-то работу. Это гибкость, потому что мир изменяется особенно в пандемии, особенно такими критичными факторами. Гораздо быстрее, чем мы даже этого ожидали и чем мы можем осознать. То есть сейчас любой безопасник сталкивается с простой вещью. То есть если раньше рисков, помню, там понятное количество на плечах висело, то сейчас одним больше и одним меньше уже не критично от основного бы отбиться. Это безумно повлияло на пандемию, на то, что я разглядел людей, которые умеют самообучаться и самодисциплинированно. Почему? Потому что именно такие люди на удаленке показывали, безусловно, рост эффективности и рост результата. Вот это, наверное, три таких базовых вещи, которые я точно унесу и для меня это основные изменения в людях, в бизнесе, которые я обнаружил, на которые я теперь стал ориентироваться очень серьезно. То есть, причем независимо с кем и о чем я разговариваю. И это является такой грин-картой для дальнейшего допуска, то есть для дальнейшего доверия и ускоренного общения, ускоренного решения каких-то задач. Спасибо. Сергей. Я, наверное, взял единение. У меня такое есть слово. Даже не коллаборация, а вот единение. Кажется, удаленка всех разъединяет, но в начало пандемии, когда встал вот этот вопрос, что делать дальше, и счет пошел там на неделе буквально, но мне кажется, банк никогда так сплоченно и слаженно не работал ни на одной задачи. Вот это неожиданная была история, но вывод на пандемию, там, не знаю, 50, там, 100 тысяч человек, это там уникальная задача, и все службы настолько эффективно ее решали, что вот этот опыт, оказывается, мы можем все вместе эффективно работать и быстро. Вот это тот опыт, который, наверное, я с собой бы взял дальше, если это можно делать без пандемии, это было бы прекрасно. Спасибо. Тимур. Я бы взял с собой веру в людей, веру в человека, в то, что мы можем меняться, быстро меняться и в этих сложных условиях, стрессовых, творить, созидать, добиваться результатов. Вера в человека, на мой взгляд, это вот самое ценное. Спасибо. Анатолий Иванович. Ну, я поддерживаю веру в человека, это очень здорово. С точки зрения... Ну, как бы не жить-то, получается, вопрос другой. Да, с точки зрения разработчиков, поскольку являемся все-таки разработчиком, то мы как раз для поддержания веры в человека усилили инструменты удаленного контроля, поведенческие блокираторы, поведенческие всякие системы, очень они пользовались спросом, но это, в принципе, вопрос как-то. Я, конечно, здесь несколько цинично звучу, но это действительно инструменты, которые оказались востребованными, и мы немножко изменили инструменты, то есть не инструменты, а приоритеты нашей разработки, поставив именно эти два направления, поведенческие истории контроля, удаленный контроль за сотрудниками, на приоритетные места, чего бы не сделало ни в коем другом случае. с точки точки зрения компании, нас как компания, я все-таки вижу пока больше вызовов, чем каких-то решений, то есть если бы удаленки не было, то, наверное, это было бы лучше, а сейчас у нас стоит ряд задач, которые нам еще предстоит решить, поэтому я бы с большой осторожностью говорила о том, вот как мы там дальше будем жить, и сможем ли мы еще преодолеть те вызовы, которые перед нами стоят, это и корпоративная культура, но это вот все, что отмечали сегодня коллеги, оно вот перед нами есть, и мало слишком времени прошло для того, чтобы уверенно сказать, что да, мы с этим справились, все замечательно, я думаю, мы еще будем натыкаться на сюрпризы в самых неожиданных местах, которые нам предстоит, с которыми нам предстоит бороться. Игорь? Наверное, здесь меньше хотел бы говорить, что вынесли, но какие-то такие практические вещи, они в общем понятные, удаленка дала нам хорошие инструменты работы, в том числе в части разработки и так далее. Да, мы стали более зрелыми в части управления персоналом, контроля персонала, мотивации, создания атмосферы, ценностей, там это все строим, и конечно, вот эта вот более зрелая система менеджмента, она конечно от нас никуда не денется. Но о чем хотел сказать, и мне здесь очень созвучен тезис Сергея, что когда мы в прошлом году уходили на удаленку, так это нам, ну может быть, как-то грубо прозвучит, но нам подожгли хвост, и мы смогли в этой вот очень стрессовой ситуации, в большой неопределенности, тем не менее, собраться, сконцентрироваться, и очень темпово сделать большие изменения, которые до этого мы могли реализовывать годами. Это очень круто, и вот это вот ощущение действительно такого единения и умения работать темпово с неопределенностью, это круто, там действительно вот таких периодов жизни я всем желаю, ну потому что это нас усиливает и как руководителей, усиливает нас как людей, и прям вот я горжусь тем, что мы через вот эту вот такую пандемию прошли скорее окрепшими, это было очень круто, и мы это все точно понесем дальше. Виналь, хочешь подраздел добавить? Я добавить хочу, на самом деле вот то, что говорится, когда сплоченность в экстренной ситуации, это же вообще традиция именно конкретно российского менеджмента, не европейского, те все планируют, у них стресс-то что, а у нас как экзамены в институте, он учится в последние два часа до экзамена. То же самое, пока не загонишь всех, вот много раз это здесь прям красной нить ушло, пока не загонишь всех в какую-то ситуацию, когда нужно будет, пока регулятор не надавит или еще что-то, то есть ничего не делается. Поэтому мы любим, уважаем стресс, прикольно в нем работаем, это, конечно, нам на пользу, не факт, что всем. Ну, в общем-то да, мне очень понравился тезис Сергея, который отметил одну особенность технологий, они нас объединили в условиях пандемии, спасибо им, я очень люблю технологии, я весь у них, и каждый раз, когда говорят, что это холодный мир интернет, я с ними не соглашаюсь, поэтому действительно технологии нас сделали ближе, понятнее, интереснее, но как мы стали больше общаться, спасибо им за это, и это вот действительно так. Представить нашу пандемию без них, ну, было бы совсем мучительно и тяжело. А с другой стороны, я бы отметил еще один факт, действительно, мы прошли тест на готовность к переменам. Вот у меня очень давно было интервью с Иваном Клопаковым, заместителем генерального директора по качеству компании Nordavia. Очень удивительный человек, который начинает утро, это было давно, когда еще мы все больны были увлечены бьедами, он был очень мобилен, он начинал утро в Пулково, летел в Архангельск, потом в Мурманск, потом в Москву и обратно возвращался к себе в Питер. От него я узнал, что такое самолетная болезнь. Это когда вечером садишься в машину в аэропорту, который оставил утром, и пристегиваешь ремень безопасности не так, а как в самолете, вот так вот, двумя руками. Вот это самолетная болезнь, долетался называется. Игорь Улыбайцев, он тоже знает, он так же у него бывает. И он тогда сказал Диму Вич, ему спросил, слушай, кто из твоих коллег готов в таком же формате жить и работать. Так же мобильно, подвижно перемещаться, отвечать в онлайне на все письма, на все сообщения. Он сказал, есть два типа сотрудников. Те, кто исповедует проектный подход, и те, кто исповедует процессный подход. Процесс для многих это ходить на работу. Вот они к этому непригодны. А вот те, кто исповедует проектный подход, они могут быть мобильными. Пандемия многих из нас перевела в проектный подход. И мы стали работать на результаты, а не на процессы, на какое-то вот с КПА и сомнительного качества. Вот эту свойство я хотел бы сохранить до следующего раза. Надеюсь, мы смогли открыть какие-то вопросы, ответить, но далеко не на все. Но мои ожидания от встречи было обозначить те вопросы, которые требуют обсуждения в кулуарах и рассуждения потом как более тихой обстановки каждого из вас. Спасибо. Я хочу просто всем пожелать сегодня очень продуктивного дня. Мы не часто собираемся в оффлайне. Я желаю всем хорошего профессионального общения в кулуарах, на секциях, послушать доклады, переварить. Я думаю, что будет интересный день. Всем удачи. Спасибо. Спасибо.